Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Андрей Рыжков. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях. И сейчас коротко о главном. Мемориального комплекса не будет. Жители 164-го дома по проспекту Карла Маркса решили, что о трагедии должны напоминать только живые деревья и нарисованные птицы. Награда вернется к герою. Поисковики отряда «Совесть» отыскали под Калининградом медаль времен Великой Отечественной войны и нашли ее владельца – нашего земляка. Еще одна победа. Молодежная команда «Стальные лисы» успешно завершила программу домашних матчей юбилейного регулярного сезона МХЛ. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Награда нашла своего героя 74 года спустя. Поисковики отряда «Совесть» под Калининградом отыскали медаль времен Великой Отечественной войны. Определив по документам, что награжденный медалью «Воин» пропал без вести, решили связаться с родными, которые проживают в Челябинской области. И в ходе расследования выяснили, владелец награды жив. Он по-прежнему живет в родном Агаповском районе в окружении родных и близких. Чтобы встретиться с ветераном и с первых уст узнать его историю войны, в поселок Светлогорск отправилась и наша съемочная группа. На груди ветерана Великой Отечественной Ивана Константиновича Кузнецова множество медалей. И все они юбилейные. Боевых ни одной. Хотя украшать парадный костюм они должны. Дважды бывшего минометчика представляли к награде. Один раз за участие в боях под Витебском. Тогда знак отличия пообещали, но так и не вручили. Второй раз медаль была получена, но почти сразу утеряна. И даже следов ее найти никто не мог. До последнего времени. В прошлом году под Калининградом один из поисковиков отряда «Совесть» нашел медаль «За отвагу». По номеру на оборотной стороне тогда удалось выяснить, кому она принадлежала. Награду осенью 44-го получил сержант Иван Кузнецов, уроженец Челябинской области. Согласно документам, в конце войны он пропал без вести в районе леса Лангервальд. Тогда поисковики решили разыскать кого-то из родных служивого. В ходе расследования выяснилось, жив и сам ветеран Иван Константинович проживает в поселке Светлогорск Челябинской области. И со дня на день отметит свое 94-летие. Сам ветеран рассказал, получил медаль за то, что при прорыве обороны немцев в районе деревни Пашалтунье обеспечил бесперебойную работу миномета, огнем которого были уничтожены две пулеметные точки и одна снайперская. А также проделан проход в заграждении противника. Он не раз был ранен в руку, ногу, грудь и даже в челюсть. Вести Победе, кстати, встретил в госпитале после серьезной операции. Меня поздравляет. Как с чего? Вот что, с войны, уже такой шум в гамм, в воинской части, в бою. В том же госпитале сержант-минометчик и лишился медали. Говорит, когда его ранило, она лежала в сумке вместе с гвардейским значком и знаком «Отличный минометчик». Врач пришел к мне и сказал, что имеешь с собой. Я говорю, так и так. У меня была сумка, сумки. Все, запись есть, еще попал. И должен с этим уходить. Но вышел с пустыми руками. Медаль тогда так и не нашли. Да больше и не искали, признается ветеран. Родные тогда были счастливы просто от того, что солдат вернулся домой живым. Ведь в деревню матери незадолго до этого пришла на него похоронка. В то время, когда он находился на фронте, пришла похоронка. Похоронка на его, что он пропал без вести. В дальнейшем, с течением времени, пришло письмо. Там родители вроде того, что не поверили, что документы вроде того, что... От его письма? От его письма, да, с фронта, что он здоров, находился в госпитале вроде. А потом, второй раз уже потом письмо пришло. И тут они уже поняли, что действительно он живой. В родную деревню боец вернулся в 48-м. Устроился на работу в совхоз, женился. В ноябре этого года вместе с супругой они отметят 70 лет совместной жизни. Большая любящая семья, о которой Иван Константинович всегда мечтал, окружает его и сегодня. Трое детей, двое внуков и пятимесячный правнук Артёмка. Родные признаются для них в вести о том, что медаль ветерана нашлась, важная и долгожданная. Ну как-то приятно было, конечно. Всё-таки у нас такой человек, он никогда для себя ничего не просил. Вот тут работал, он всю жизнь прожил в этом совхозе, в этой деревне. Рядом вот в Возвижнике, а потом здесь вот мы сколько лет. Это же история. Конечно. Его это, его молодость. Воевал за что вот сейчас, как сказать, молодёжь-то чтим. Прочее всё такое. Конечно, важно. Саму медаль Ивану Константиновичу пока не вернули. Узнав о том, что герой жив, поисковики решили её сначала отреставрировать. Нашли оригинальную колодку, восстановили дужку и обещают уже в скором времени на парадном костюме ветерана засияет заслуженная награда. Евгения Солохудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН из Светлогорска. Благоустройство территории вокруг пострадавшего дома номер 164 по проспекту Карла Маркса обсуждали накануне. Встреча с жителями этого и соседних домов состоялась в актовом зале школы номер 14. Черновой вариант реконструкции представили главный архитектор города Дмитрий Хоменко и председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов. Горожане же, в свою очередь, могли внести в план благоустройства свои коррективы. Побывал на собрании и Павел Берсенев. Обсуждение благоустройства началось уже в первые дни после трагедии. Вариантов увековечить память была масса. Высказывались даже предложения устроить на крыше оранжерею. Тот проект, который презентовали на встрече, был сделан с учётом мнений местных жителей. Мы заседали, собирали архитекторов, художников, дизайнеров за круглый стол. И они, с учётом ваших пожеланий, что вы рассказывали, рисовали свои проекты, эскизы и схемы. Потом мы это всё распечатывали в бумажном время и опять шли в горе этого дома, встречались с жителями, показывали, нравится или нет. Ну как? Вот это да, это нет, это чуть поправили. И опять возвращались, отдавали все эти чертежи в работу специалистов. По плану значительно преобразится детский клуб «Рубеж», который находится рядом с местом, где произошёл взрыв. Его полностью отремонтируют как внутри, так и снаружи. Вокруг него должен разместиться небольшой уютный сквер, территорию которого замастят брусчаткой. Там же будут высажены 39 деревьев. Неподалёку для детей ребят постарше установят игровую и спортивные площадки. Если говорить о предложении увековечить память погибших, то подавляющее большинство жителей высказались однозначно – никакого мемориального комплекса не нужно. Поверьте мне, не надо никакого комплекса, всё это здесь и здесь. Поэтому как бы ни хотелось, может быть, кому-то, одному, двоим гражданам вот это увидеть, на самом деле достаточно будет то, что будет на стене, будет рисунок. И поверьте, ни один человек без всяких мемориальных комплексов никогда в жизни этого не забудет. Поэтому не надо вот этого лишнего напоминания, лишнее бередить лишний раз раны. Что касается рисунка, по плану он должен разместиться на торцевой части дома. На нём будут изображены 39 птиц, взмывающих в небо. К слову, такой вариант тоже не всем жильцам пришёлся по душе, однако большинству всё-таки идея понравилась. Кроме того, на встрече звучали пожелания сделать в дворе дома освещение и расширить парковки. Согласно проекту, спрячут под землю и теплотрассу. А вот судьба магазина, который выходит непосредственно на Карла Маркса, будет решена позже. Эксперты специально обученные, дипломированные, пролезут во все щели и всё замерят и занюхнут. Только после этого будет принято решение, оставить этот топенник или ликвидировать. Если ликвидировать, то вес или половина. А арка будет или её не будет, это будет 10 арок, или ни одной не будет. Только после того, как экспертиза будет проведена. Павел Брюсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВН. В 2011 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение ежегодно 13 февраля отмечать Всемирный день радио. Дата была выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышла в эфир радио ООН. И хотя в России день радио принято отмечать 7 мая, в день, когда русский физик Александр Попов провел первый в мире сеанс радиосвязи, от ещё одного профессионального праздника радищики отказываться не стали. Споры о том, кто первым создал радио, в мире не утихают до сих пор. А в Италии первооткрывателем считают инженера Гульельма Маркони. В России учёного Александра Попова. Если отталкиваться от фактов, первый в мире беспроводной радиоприёмник продемонстрировал именно он ещё в 1895 году, подарив миру уникальное изобретение. В общем-то, мы сейчас много говорим о глобализации, но впервые, наверное, объединило нашу планету именно изобретение радио. Мы стали знать друг о друге в ускоренном режиме. Мы стали реально знать, что происходит в этот день в Австралии, в Океане, в Америке. Фантастически быстро это изобретение входило, так сказать, в ситуацию, оно оказалось нужным. В молодой развивающейся Советской Республике век радио начинался вот с таких малозатратных репродукторов. По мере того, как это нехитрое устройство набирало популярность, всё совершение становилось его модификацией и всё насыщеннее эфиры. Мы слушали радионяни, это все наши программы были, все классические передачи советского периода мы слушали. Это было очень здорово. Когда мы стали уже постарше, я помню обязательно, это был и «Голос Америки», и «Сева Новгородцев». Я помню даже такой фрагмент, когда убили Джона Леннона, это 80-й год был, я, ну не побоюсь слова, я один из первых услышал, что это случилось. В годы развитого социализма увлечение радио действительно становится повальным. Радиоприёмники ценятся гораздо выше телевизоров, поскольку позволяют проникнуть за железный занавес и узнать о жизни в других странах. Терять свои лидирующие позиции это гениальное изобретение начинает в 2000-х годах. Этому способствует активное развитие в России интернета и рыночных отношений. Сейчас у проводного, допустим, радио существует одна программа, которая делит своё время между, так сказать, джазовыми штучками для молодых людей и для пенсионеров, чем им воспользоваться, чтобы продлить своё существование всякой рекламой. Это обязательное условие. Все должны как-то на чём-то, за счёт чего-то выживать. Сегодня в Магнитогорске в эфир выходит 14 радиостанций, формат работы которых за последние годы претерпел значительные изменения. А именно в радиальных студиях теперь можно увидеть разве что только компьютерную технику. В данном случае мы выступаем ретрансляторами известных радиостанций. Ну, все в основном выступают как ретрансляторы. Есть такие радиостанции, где есть ведущие, но не в течение всего дня. Есть определённые эфирные окна, где, ну, по большому счёту, то есть, скорее, выполнение неких заявок от радиослушателей, а таких, чтобы это была, ну, некая беседа, да, вызов на какой-то разговор, таких радиостанций я сейчас, ну, не припомню. Перспективы классического эфирного радио многие эксперты сегодня считают весьма туманными. Они уверяют, что оно потеряло свою актуальность, и совсем скоро его полностью поглотит интернет. Однако у населения на этот счёт совсем другое мнение. Вы слушаете радио? Радио слушаю с удовольствием, особенно на даче. Начиная сезон и заканчивая сезон, только слушаю радио. За что любите радио? Так, радио. Познавательно, очень много музыка. Радио слушаете где? Дома, по телефону? В машине в основном. Иногда по телефону, когда интернет заканчивается, дома также. За что любите радио? Ну, да не знаю, но всегда хороший ассортимент. Можно всё послушать сразу вперемешку. А всё подряд слушаю. Включаю и новости, и музыку слушаю. Целый день я бежать, я же пенсионерка. За что любите? Ну, за что? Я живу одна. И чувствовать себя одиноко. В ходе опроса мы не встретили ни одного человека, который бы не слушал радио. В том, что это удивительное изобретение человечества хоронить рано, уверены и сами радищики, которые заявляют, что новая среда и новые медиа могут дать старому радио новую жизнь. Оперативности радио ещё даст фору другим средствам массовой информации, ну, за исключением, конечно, интернета. И радио тоже будет. Татьяна Артёменко, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. К другим темам. На первом этаже торгового центра «Гостиный двор» открыла своей двери традиционная всероссийская ярмарка. На площади в 500 квадратных метров разнообразие самых различных товаров, вся продукция от производителя, а потому цены демократичные, ну и качество, конечно, на высоте. Спешите за покупками, работать в Магнитогорске. Выставка продажи будет всего пять дней. Что такое всероссийская ярмарка? Это более сотни наименований самых разнообразных товаров. На любой вкус, цвет и кошелёк. Сразу у входа царство даров Сахалина и Камчатки. Слабосолёная копчёная рыбка, мясо кальмара, фаланги краба и осьминоги. Вкусное лакомство ещё и невероятно полезное. И это подкупает посетителей. Ну, икры взял, и чавичи, вот рыбка. Сам на Дальний Востоке был, вот иногда вспоминаю, вот хочется попробовать. Слева от морских деликатесов дары леса из республики Мориэл. Более 12 видов орехов, 54 вида трав, ягоды и плоды. Всё натуральное качество от производителя. Есть грибы, грибы солёные, сушёные, есть травки различные, лекарственные. То есть берёзовая почка уникальная, сейчас днём с огнём не сыщет. У нас очень хорошая экология в республике, можно без стеснения. Каждый продукт имеет декларацию. Белорусская продукция по традиции представлена широко. Сыры, фермерское масло, сало дикого кабана и свежая оленина. На всё гарантия качества. Продавцы обещают, покупка не разочарует. Сладкоежкам тоже сюда. На ярмарке более 20 видов мёда, кроме стандартных гречишного или липового, в наличии лавандовый, бортевой, каштановый, а также продукты пчеловодства. Покупатели ярмарки также высоко оценили халву из жмыха, родом из детства, натуральные щербеты и мармелад, и, конечно, масло, которое пахнет семечкой. Это оксай, Ростовская область. Давится деревом, деревянными прессами, вкус до последней капли. То есть по старому дедовскому семечку. Вкусно, плюс к тому же и полезно. Люди по две, по три бутылочки берут. Здоровье и долголетие обещают гости с Алтая. У них в наличии товары для оздоровления. Самые такие хорошие ходовые позиции – это Сустарат наш знаменитый, крем для суставчиков, который знают все и бабушки, и дедушки. И Бобродок есть очень хорошая серия для детского здоровья, которая идёт именно детская выделенная серия. Ну и препараты для мужского здоровья. Наш знаменитый репрестанул, бобровая струя, панты морала. То есть вещей очень много интересных. Приходите. Не оставят равнодушно любую женщину стенды с бельём российского производства и монгольским трикотажем. Здесь палантины, костюмы и аксессуары из натуральной шерсти и кашемира. В соседнем отделе разнообразие головных уборов из перми. Шапочки, челмы, меховые изделия любых цветовых проявлений и фасонов. Чуть поодаль прилавки с профессиональными садовыми инструментами от немецкого бренда. А для домохозяек вот такие чудо-гаджеты. Продавцы обещают, одним лёгким движением руки, посуда и техника будет избавлена от нагара и накипи. А чтобы почистить одежду и мебель от шерсти, волос и ниток, будет достаточно провести вот таким кошачьим языком по поверхности. А окнам и теперь вообще одно удовольствие. Благодаря чудо-щётке. Её мы мочим прямо под краном, отжимаем, течь ничего не будет. Одеваем обратно. Самое же сложно мыть с той стороны окна или балконы с лоджиями. А здесь делаем угол наклона. Увеличиваем её. С той из окна, не высовываясь, не привязываясь, проводим пару раз. Переворачиваем наоборот. Силиконовой стороной сгоняем воду и остатки загрязнений. И промахиваем всё мытье окон. Новосибирская косметика. Чудесные узбекские специи. Творог из натуральных сливок. Всего, что есть на ярмарке, не перечесть. Поэтому, как говорится, лучше один раз увидеть. И уверяем, без покупки отсюда не сможет уйти никто. Ярмарка мне очень понравилась. Всё здесь нормально, всё хорошо. С целью приемлемы, особенно с рыбой. Обязательно стоит прийти и можно посмотреть. Всероссийская ярмарка будет работать в гостином дворе с 13 по 17 февраля с 10 часов утра до 9 вечера. Более полутора тысяч шуб со скидкой до 70% предлагают пятигорские меховые фабрики. Во дворце спорта имени Ивана Харитоновича Ромазана открылась ярмарка верхней одежды. Помимо распродажи изделий из меха норки, каракуля, нутрии и мутона, представлена новая коллекция весенних пальто. Меховые изделия пятигорских фабрик всегда отличают стиль и качество. Верхняя одежда соответствует современным модным тенденциям. Цветной мех – хит последних нескольких сезонов. На ярмарке представлены разнообразные оттенки, помимо классических вариантов. Например, бирюзовая шуба изнутрии. Выглядит оригинально и броско, а невесомый каракуль глубокого винного оттенка подчеркнет ваш статус успешной женщины. Светлая норка придаст дополнительную легкость своей хозяйке. Шубы все изготовлены на самых крупных фабриках города Пятигорска. Шубы имеют чип. Чип – это гарантия изделия, это паспорт изделия. Это гарантия качества, которую предоставляет фабрика, и, соответственно, мы вам предоставляем. На ярмарке представлено полторы тысячи меховых изделий с сорокового по шестьдесят четвертый размер. Шубу из мутона можно приобрести от десяти тысяч, из норки – от сорока тысяч рублей. На всю коллекцию действует скидка до 70%. Также здесь можно будет подобрать весеннее пальто из новой коллекции любого фасона, кроя и стиля. Цветовая гамма от классических до ярких или пастельных оттенков. Пальто отшито из мясовых тканей, в состав которых входит не менее 60% шерсти. Вискоза, полиэстер. В основном не менее 60% шерсти. Это будет давать вам гарантию тепла. На модели пальто в единственном экземпляре действует скидка. А цена на изделие из новой коллекции начинается от трех тысяч рублей. Покупку можно оформить в кредит или в рассрочку на два года. Ярмарка будет работать до 17 февраля во Дворце спорта имени Ивана Рамазан. Ксения Перчакина, Алексей Башин, телекомпания ТВ. Ему не страшно холодное лето. Он устойчив к болезням. Все его плоды имеют идеальный размер. Новый сорт томата голландской селекции под названием Пазана наконец-то поступил в Россию, в наш город. Удивительными свойствами томата Пазана оказался впечатлен и самый знаменитый садовод нашего города Александр Сидельников. На упаковке с семенами томата Пазана краткое описание сорта. Александр Сидельников согласен с каждым словом. Прошлым летом ему уже довелось вырастить этот томат. Удивила устойчивость голландского гибрида к выредителям и болезням. Поразил новый сорт своей урожайностью даже в прохладную погоду. Он очень холодостойкий. Он очень хорошо завязывается в неблагоприятную погоду. У нас в том году что было? Первая половина лета холодная, помидоры цветут и зависть сбрасывают. Но это не касалось Пазана. Пазана цветет даже в прохладную влажную погоду, а плоды завязываются, завязывают. Высокая урожайность – преимущество сорта Пазана. По количеству плодов он сравним с тремя кустами томатов других сортов. Изюминка этого гибрида – великолепный вкус. Пенсионерка Людмила Матвеевна, садовод с 42-летним стажем, каждый год старается высаживать новинки. Сто пудов есть, мазарини есть, японский трюфель есть. В общем, много разных всяких. Банановые ноги купили. А это я уже два года выращиваю. Причем, знаете, я вам такой случай расскажу. У меня мама говорит, на следующий год, сейчас банки открываем, он говорит, ничего этого не надо, вот только этот сорт для меня и все. Масса одного плода сорта Пазана достигает 150 граммов. Продолговатая форма позволяет компактно укладывать томаты в банки при консервировании. Плоды идеальные по форме и плотности порадуют как гурманов, так и эстетов. Вы знаете, нужно место цветов выращивать. Вот у него что последний помидорчик там вот в верхней самой кисти, что первый помидорчик в нижней абсолютно одинакового размера. Вот настолько, чтобы был калиброванный урожай. И прям вот такая вот гирлянда вот висит. Среди известных опытным садоводам сортов у томата Пазана нет аналогов. В Магнитогорске сертифицированные семена этой новинки можно приобрести в садовых центрах «Виктория». Надежда Язвенко невероятно рада встрече с Александром Сидельниковым, поэтому сразу же кладет семена новинки в свою корзину с покупками. Надежда живет в 60 километрах от Магнитогорска, но приобретать семена всегда приезжает сюда. Всегда «Виктория». У меня карточка на скидку. Я уже много лет пользуюсь. Мне понравились, схожесть хорошая. И вообще устраивает меня. Помимо этой голландской новинки в садовых центрах «Виктория» можно найти семена еще двух сотен разновидностей томатов. Любого вкуса, формы и даже цвета. Все сорта специально подобраны под наш непростой уральский климат. Ирина Тимофеева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Грипп и ОРВИ захватывают в России все новые территории, заставляя заболевших и тех, кто заболеть не хочет, идти в аптеки. Для многих это оборачивается серьезным уроном, семейному бюджету. При этом экономить и покупать лекарства выгодно можно. Как это сделать, узнаете из сюжета. Нужны лекарства? Сравните цены и выберите аптеки «Формленд». Это не призыв из рекламы, а напоминание о том, что экономить на лекарствах можно и нужно. Действительно, стоимость популярных препаратов в разных аптеках может отличаться на десятки и сотни рублей. При этом, чтобы покупать лекарства выгодно, достаточно прийти в аптеку «Формленд». Уверенность в низких ценах приводит в аптеке «Формленд» 5 миллионов россиян каждый месяц. Все эти люди доверяют аптекам сети, потому что «Формленд» — это качество и надежность, доказанное многолетней работой. В аптеках «Формленд» созданы все условия, чтобы держать цены на социально значимом уровне. Прямые поставки от производителей, передовые технологии, оптимизация всех процессов. Это позволяет снизить затраты и предоставить покупателю минимальную цену. На данный момент уже более 10 миллионов посетителей успели удостовериться, что лекарства еще дешевле на «Формленд.ру», кроме низких цен. Большого ассортимента и гарантированного качества аптеки «Формленд» радуют своих покупателей многочисленными акциями. В аптеках «Формленд» мы устанавливаем изначально низкие цены, предоставляя при этом постоянные сезонные скидки. Это наша социальная ответственность. Так, 20 февраля будет действовать скидка 15% на лекарства и 20% на нелекарственный ассортимент. До конца февраля в наших аптеках можно получить различные подарки. Просто покупайте по низким ценам, получайте подарки и улучшайте свое настроение. Сравните цены и вы обязательно выберите надежные, проверенные временем аптеки «Формленд». О новостях спорта через несколько секунд. Молодежная команда «Стальные лицы» успешно завершила программу домашних матчей юбилейного регулярного сезона МХЛ. Магнитогорцы одержали две уверенные победы над аутсайдером «Востока» Алтаем из Усть-Каменогорска и продолжают борьбу за место в тройке лидеров конференции. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Алтай – один из самых скромных клубов МХЛ. За три года своего существования команда неизменно финишировала в подвале турнирной таблицы. Из десяти предыдущих встреч с «Лисами» Усть-Каменогорцы выиграли только одну и в среднем пропускали по семь шайб за матч. На первую домашнюю игру магнитогорцы вышли в боевом составе, вернулись домой в сборники, присоединились к партнерам и тех, кто большую часть сезона проводит с главной командой. Получил игровую практику и оправившийся от травмы защитник «Металлурга» Григорий Дронов. На экваторе стартового периода великолепный проход по чужой зоне совершил Константин Дубин, и его пасом из-за ворот удачно воспользовался Денис Баранов. В дебюте следующей 20-ти минутки уже сам Баранов организовал классную атаку и помог отличиться Захару Захарову. Чуть позже «Лисы» в очередной раз подтвердили репутацию самой забивающей в меньшинстве команды. Эффектный уже десятый гол в сезоне в расстановке 4 на 5 забил Юрий Платонов. А в следующей своей смене Платонов здорово выиграл вбрасывание и стал соавтором великолепной шайбы Павла Дорофеева. На 15-й секунде заключительного периода оба нападающих набрали по третьему очку в матче. Дорофеев в большинстве оформил дубль и установил окончательный счет 5-0. Спустя сутки стартовый отрезок остался безголевым. Зато в самом начале следующего периода лучший бомбардир и снайпер «Лисов» Никита Рожков совершил мастерский перехват у чужой синей линии, вышел на ворота, переложил шайбу на неудобную сторону крюка и, поймав вратаря на противоходе, одной рукой завел ее в пустой угол. Вскоре Константин Дубин вошел в зону атаки, отдал передачу Данилу Пятину, попал под силовой прием, освободился и классно подставил клюшку под обратный пас партнера. Чуть позже хозяева совершили потерю в районе своей синей линии, игрок Алтая вышел один на один и сократил разрыв. Затем отменную передачу из-за ворот сделал Руслан Господынько и Байрас Абдулин не оставил шансов вратарю. Роскошный длинный пас Вадима Антипина помог Егору Спиридонову, ворвавшись в зону атаки, нанести неотразимый бросок в дальний угол. Позже хозяева забыли соперника на дальнем пятачке и тот с убойной позиции расстрелял ворота. 4-2. Второй период получился очень результативным. А в третьем, наконец, забил Дмитрий Шешин, которому до этого упорно не везло. Игрок юниорской сборной России отличился в расстановке 4 на 4 после шикарного паса Никиты Рожкова. Украшением матча стал индивидуальный гол Руслана Господынько. Нападающий, пропустивший предыдущую игру, забил практически в полете. Последнее слово осталось за гостями, но на общий фон игры это не повлияло. 6-3. Впереди у магнитогорцев двухнедельный перерыв и заключительная поездка в регулярном сезоне по маршруту Казань-Тольятти. Борьба за лидерские позиции на Востоке продолжается. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisin.ru. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok